Доброго времени суток сталкеры и Лебедев предатель и я попробую объяснить почему. Как мы все знаем из документов, которые дабыл майор из Боу Александр Дегтярев в Х8, Лебедев и Каланча работали вместе со сознанием над секретными лабораториями. Потом по каким-то неизвестным причинам они переругались между собой и в итоге была создана им Лебедевым группировка Чистое Небо, чтобы повести свой отряд к ЧАЭС и там узнать источник возникновения зоны и его уничтожить. Но возникает очень серьезный вопрос. Если все так, Лебедев не мог не знать, что его ждет на ЧАЭС, сверхмощный выброс, если они вместе со сознанием работали над секретными лабораториями. Это раз. Когда Лебедев вербует Шрама в свою группировку, после того, как Шрам теряет сознание, он говорит, что если ты второй раз потеряешь сознание, тебе Кирдык. Единственный способ тебе выжить, это пойти с нами на ЧАЭС и выяснить причину возникновения зоны отчуждения. Но! Это не мешает Шраму второй раз в игре на болотах на вышке потерять сознание и выжить. Это два. Ну и три. Не все поддаются вербовке Монолиту и Стрелок. Самое тому подтверждение. А это значит, нужно было создать еще какие-то способы с целью вербовки не просто каких-то сталкеров, а самых лучших, самых боевых с опытом сталкеров. Чистое Небо как раз подходит это под описание. Получается, Лебедев под прикрытием того, что он изучает зону, ввел сознательно группировку Чистое Небо к ЧАЭС, а позже примкнул к осознанию и, скорее всего, завербовал Шрама через программу сталкер перевести стрелка в тенях Чернобыля обратно на кордон. Для чего это нужно было сделать? Ответ тоже очевиден. Дело в том, что все группировки Монолита в основном занимались тем, что охраняли подступы к ЧАЭС. А вот что творилось на кордоне, болотах и прочих территориях, осознание не знало. И поэтому осознанию нужны были агенты на самых, что называется, ранних подступах к ЧАЭС. Спасибо за внимание. Продолжение следует...